МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. В ходе посещения мы рассказываем о том, какие правила противопожарной безопасности. Проводим визуальный осмотр. В зоне риска. Условия проживания и соблюдение правил пожарной безопасности в социально неблагополучных семьях проверит специальная комиссия. Тем интереснее, что широкий разброс мнений и широкий разброс талантов. Вдохновение в авангарде. Литературное объединение приняло в свои ряды новых талантливых поэтов и писателей. Ты можешь поиграться и представить себе, что ты чайка или ты осьминог. Уроки доброты. Заповедник Утриш подводит итоги работы и чествует волонтеров. Шесть анапских здравниц заняли первое место в краевом конкурсе «Курортный Олимп». Сегодня в Геленджике состоялось подведение итогов и награждение победителей. Лучшие здравницы Кубани выбирали в 17 номинациях, среди которых приз за лучший санаторий, пляж, детскую программу и опытного экскурсовода. Об особенностях этого курортного Олимпа для анапской делегации в нашем сюжете. Сегодня «Курортный Олимп» своего рода туристический «Оскар». Участие в нем принимают лучшие представители санаторно-курортной индустрии. Победа в нем – своеобразный знак качества для предприятия. В 17 номинациях мы в этом году участвуем практически в 12 номинациях. В 12 номинациях в этом году мы представлены 36 предприятиями, отрасли, которые по сравнению даже если с прошлым годом у нас их было гораздо меньше. В этом году это количество увеличилось. Это говорит о том, что конкурс интересен именно курортному бизнесу. И поэтому мы в этом деле принимаем участие. Сегодня Анапа взяла курс на работу в формате круглогодичного курорта. В этом году почти три десятка санаториев функционируют и в зимнее время. При Совете депутатов был создан Комитет по туризму – одно из перспективных направлений развития больного водолечения. У нас существует свое предприятие, которое занимается добычей грязи и которое распространяет эти грязи, соответственно, по нашему направлению, по району, по нашим здравницам. Ну и здесь очень плотно ведем и переговоры, и разговоры о том, чтобы вновь открываемые новые здравницы, которые старые, развивали именно больное водолечение. И в этот раз Анапа была представлена практически во всех номинациях. Как результат – один из лучших показателей по итогам этого авторитетного конкурса. Сразу шесть санаториев и здравниц стали победителями курортного Олимпа. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Михаил Григорьев. Анапа. Регион. О том, как прошла церемония награждения победителей курортного Олимпа, мы расскажем в следующем выпуске новостей. И к другим темам. По распоряжению глава Анапа Юрия Полякова продолжается работа по инспектированию неблагополучных семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, которая имеет в своем составе несовершеннолетних детей. Проводится проверка условий проживания, а также мониторинг надлежащего контроля за детьми. Помимо этого, в связи с началом отопительного сезона особое внимание уделяется соблюдению правил пожарной безопасности. В ходе посещения мы рассказываем о том, какие правила противопожарной безопасности. Проводим визуальный осмотр, там и электропроводки, хватает ли, если это печное отопление, дров и угля, для того, чтобы дети не замерзли в зимний период. Также мы рассмотрим и продуктовые наборы, и санитарные состояния. Мы вообще лишний раз заявляем о том, что эти семьи находятся под постоянным контролем государства, для того, чтобы у нас как можно лучше и правильнее эта работа была организована. В Анапе сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в серии краж велосипедов. Им оказался уроженец Северного Кавказа. Накануне в дежурную часть города поступили сразу несколько сообщений о кражах велосипедов. Заявители рассказали, что имущество было похищено из подъездов многоквартирных домов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий при помощи камер видеонаблюдения сотрудниками уголовного розыска был задержан ранее судимый за аналогичные преступления 31-летний уроженец Ставропольского края. Злоумышленник похищал велосипеды с лестничных площадок многоквартирных домов при помощи специального инструмента, которым демонтировал блокирующие устройства. Ущерб составил более 60 тысяч рублей. Подозреваемый уже дал признательные показания. Похищенное имущество мужчина успел реализовать. Вырученные денежные средства потратил на выпивку. В отношении угонщика возбуждено уголовное дело по статье 158 «Кража чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет. В настоящее время велосипедист-угонщик находится под подпиской о невыезде. Литературное объединение «Авангард» приняло в свои ряды новых талантливых поэтов и писателей. Юные авторы представили свои произведения на традиционном литературном конкурсе вдохновения и покорили членов жюри необычными образами и оригинальностью в прочитанных строках. Кто-то составлял юмористические рассказы, используя русские пословицы, другие поднимали острые социальные проблемы. «Все зрители покорил соловей, тем, что уж очень красиво пел, но, как бывает и у людей, был птицей незаметной и связей не имел». Несмотря на юный возраст, Аня выбрала непростую тему для своей басни. Скоро поэтессе исполнится 11 лет. Стихи и рассказы Анна пишет с раннего детства. В основном это зарисовки на тему здорового образа жизни, о природных богатствах Кубани и о школьных буднях. Написать басню Анне задали на уроки литературы. «Главные герои в басне – это животные. И как бы животные скрыты под масками людей. В басне также всегда есть мораль, которая учит человека. Я смотрю телевизор, некоторые такие интеллектуальные передачи, где тоже конкурсы. И, по-моему, там иногда бывает несправедливость в плане жюри». На конкурсе «Вдохновение» члены жюри, напротив, оценили талант юной поэтессы. Анна Новокшенова заняла первое место в одной из номинаций. Литературному конкурсу уже почти 20 лет. Анапский центр творчества совместно с творческими объединениями ежегодно собирают заявки со всех школ муниципалитета. С помощью учителей участники конкурса оформляют свои авторские произведения и отправляют их на суд жюри именитых анапских писателей. «Традиционно ребята помладше рассказывают о любви к маме, о своей родине, о бабушке, о том, что происходит в их классе. А ребята постарше, конечно, уже интересуются более социальной проблематикой. Есть даже такие достаточно острые темы. И тем интереснее, что широкий разброс мнений и широкий разброс талантов». Победители были выбраны в нескольких номинациях. Лучших конкурсантов пригласили в молодежное объединение «Авангард», где их наставниками станут анапские писатели. В Анапе чествовали экологических волонтеров. Они помогают вести учет животных и растений, показывают туристам красоты заповедника Утриш и даже отвечают детям от имени животных. Все это в свободное время и исключительно для души. «Улыбается, конечно. Волосики красивые. Все-таки женский образ получается, но мужчина рисует». Художник Владислав Несынов импровизирует на тему образа волонтера в заповеднике. Сам он с учениками пишет с натуры «Утришские пейзажи». Отсюда полос, совершенно безобидный. Но однажды пришлось бороться с инстинктом, когда он заглянул в этюдник. «На каждый художник всегда скажет, что природа – это наш учитель. Кто-то из художников скажет, что это наша мама. Это будет и то, и то справедливо. Поэтому мы, художники, которые проживают в Анапе, к заповеднику Утришу относимся как к учителю и как к маме, к мамам». 2018 год волонтера. Вокруг заповедника Утриш сформировался костяк из десятков добровольцев. Те, кто помогает вести учет растений и животных. В семье Гурашкиных из села Супсех помогают вернуться в природу черепахам, которые испытали стресс от встречи с цивилизацией. Волонтеры серебряного возраста выучились на экскурсоводов и готовы в любой момент сопроводить туристов по маршрутам разной сложности. Счет тем, кто хоть один раз принял участие в уборке берега или границ заповедника от нанесенного мусора, идет на сотни. В целом же добровольцы – это связующее звено, которое помогает тем, кто живет в городах и станицах, не потерять контакт с природой. «Это дает, прежде всего, разъяснение. Разъяснение. Больше знают о заповеднике, больше знают о природе, которая сейчас окружает город Анапу. И, соответственно, люди больше подтягиваются к этому всему природе». Анна Пукиш, биолог по образованию, написала книгу для детей про животных, чтобы юные читатели могли делать маленькие открытия, полюбить, чтобы потом беречь. Именно она отвечала детям от имени животных, которым юные натуралисты писали письма. «Есть элемент сложности, но это очень интересно, потому что тогда ты можешь поиграться и представить себе, что там ты чайка или ты там осьминог. И там объясняют, что я цикады, у меня пять глаз. И ты знаешь, дорогой, мне так интересно, значит, я вот тебя вижу, как ты там просыпаешься и там, и что ты делаешь». В целом, год добровольца в заповеднике Утриш назвали продуктивным и интересным. По итогам отметили несколько десятков активистов, в том числе и нашу телекомпанию, отметив при этом, что все настоящие друзья природы не поместились бы и в нескольких таких залах. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Уже завтра наступит любимый месяц многих россиян. Декабрь – пора предвкушения праздника и, конечно же, время подготовить подарки родным и близким людям. Тайны Востока, которые дарят молодость и красоту – интересный вариант для новогоднего презента. Где приобрести – расскажем в сюжете. Гейша, так называется магазин, который открылся совсем недавно в нашем городе, но уже немало покупателей успели оценить качество и большой выбор товаров. Лучшие и самые актуальные предложения производителей Кореи, Японии, Китая можно найти здесь. А теперь в магазине представлены и товары из Таиланда. Главная особенность тайской продукции – натуральные ингредиенты. И уже много лет производимые средства по уходу за кожей, волосами, а также лечебной мази находят все больше поклонников по всему миру. Я сама пользуюсь такой косметикой, поэтому мне интересно было очень. Будем знакомиться, пробовать, и я думаю, что мы останемся довольными. Основной акцент в магазине Гейша на средствах по уходу за кожей лица и тела, в секретаре Азии на вооружении производителей известнейших марок – Биоаква, Елизавека, Эстетик Хаос и других. Кремы, сыворотки, эссенции, маски – представлены линии с признанными и широко известными помощниками в борьбе за молодость кожи, с гиалуроновой кислотой, с протеинами шелка, а также средства с экзотическими для России компонентами – улиточный слизь, жемчуг. Причем продукции актуальны и для молодых женщин, и для дам постарше. Думаю, что это своевременно, для Анапы это, безусловно, хорошо, потому что и алоэ вера, и всякие подарочные наборы девушкам просто бывают кстати к месту и очень пользуются, нужны. Также здесь и большой выбор товаров по уходу за кожей для мужчин. Кремы, пена для бритья пользуются спросом и автомобильная косметика азиатских производителей, ароматизаторы, полироли для салона и большой выбор водоотталкивающих средств. Порадует и огромный ассортимент бытовой химии, которая отличается экологичностью и экономичного потребления. В преддверии Нового года интересен и большой выбор подарочных наборов, которые не оставят равнодушной ни одну женщину. Также в продаже сертификата на сумму от одной до пяти тысяч рублей. За тайнами Азии и лучшими подарками к Новому году магазин «Геша» приглашают по адресу. Анапа, улица Страханская, 75 Г, телефон для информации указан на экране. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте. Анапрегион.ру Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал, женский зал, вертикальный солярий и инфракрасная сауна, школа бокса и, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа, Самбурово, 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова